В прошлой серии мы с Гарретом поохотились на рыбу с гарпунным ружьем и приготовили из улова замечательный ланч, а на следующий день по пути в Седеберг я приготовил яйца пашот в заповеднике Дехуб. Я спрашивал сам себя, когда жизнь и еда превратились в сиюминутное удовлетворение нужд, самообслуживание, телеобеды, курицу из микроволновки за 15 минут, шоколадный мусс из упаковки, деньги ни за что и любовь за деньги, подменив бесценную дружбу, выходные на природе, солнечный свет и отличные пикники. Итак, добро пожаловать. Это приготовлено в Африке. Это моя жизнь. Приготовлено в Африке. Кратчайшая дорога из заповедника Дехуб в Куэбо-Кевельт оказалась длинной, очень длинной, когда мы наконец добрались, все уже очень устали. Однако нам придавалась сил мысли, что целая толпа наших друзей отправилась из Кейптауна, чтобы присоединиться к нам в предпоследней серии. Это было словно письмо из дома. Субтитры создавал DimaTorzok На случай, если вы не в курсе, мы находимся в Южной Африке, и в этой серии мы проедем от Суидерстранда на побережье до Седеберга в горах. Итак, мы находимся на границе Куэбо-Кевельта в Седеберге на ферме Куния, Леона и Тинис, Ханекомов, где будет снята предпоследняя серия. Здесь очень красиво. В данный момент мы ставим в персиковом саду, а вокруг высятся горы. Красота. Все решили пойти к небольшому омуту купаться, и Ричард выступил как наш гид. Он говорит, там очень красиво. Сегодня днем я приготовлю на всех ланч, а затем мы просто рассядемся и приятно проведем время. Всегда грустно возвращаться в город, так что, думаю, это наш последний. Ричард, твой сказочный омут далеко? Ещё минут сорок. Он надеется наловить в этой реке рыбы. Хотелось бы мне провести здесь несколько дней, привезти с собой пару милашек. Разве мы этого не сделали? Я не могу вздохнуть. Посмотри сюда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, мы только что вернулись с прогулки по берегам реки, и она оказалась чуть холоднее, чем мы думали, и кажется, все проголодались больше, чем ожидали. Так что на ланч я хочу приготовить мясо страуса с перцем, пюре из молодого картофеля и горячий салат из грибов. Фрэн приготовит десерт. На него требуется больше времени, поэтому она начнёт прямо сейчас. Его надо выпекать 40 минут. За это время я приготовлю целый завтрак. Ладно, пудинг с мальвой. Восхитительный пудинг с мальвой. Это традиционный южно-африканский горячий десерт. Он очень просто готовится. Мне понадобится наш главный салатник для перемешивания. Здесь около 50 мл несолёного масла, 250 мл абрикосового джема и 4 чашки сахара. Кладём всё это в салатник. Туда же надо разбить 5 яиц. Теперь нам нужно всё это перемешать. Хорошо. С этим всё. А теперь вот основная смесь, в которую мы добавим жидкие ингредиенты. Здесь литр молока и 20 мл уксуса из белого вина. Винного уксуса. 20 мл соды и 5 мл соли. А дальше всё просто. Берём немного сухого, немного жидкого и смешиваем, пока не перемешаем всё, что есть. Вот так. Хорошо. Смесь стала однородной. Это посуда фирмы Паэркс. Но, в принципе, сойдёт любая жаропрочная форма. Я уже смазала её сливочным маслом. Сливочное масло можно заменить кулинарным спреем. Выливаем смесь в форму. Проще некуда. Это пудинг. Доказательство в пудинге. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов на 45 минут. Теперь Джастин может начинать. Это будет супер-быстрый завтрак на всех. Десерт Фрэн должен выпекаться ещё минут 20, так что мне нужно успеть за это время. Горячий салат из грибов и молодого картофеля. Самый простой способ это осуществить – позвать помощниц. Спасибо, дамы. Чтобы вы не волновались, я принесу вам вина. Идите, идите. Твоя корона. Это корона? Мне оказана честь вручить самому красивому. Вот так. Спасибо. Пожалуйста. Накорми нас. Начнём. Мне надо, чтобы вы нарезали грибы, много грибов. Я понимаю, это слишком просто по сравнению с тем, что вы обычно делаете на кухне. Просто нарезать все грибы. Неважно какие. Даже сушёные. Это сушёные парчини. Там большие грибы. Брай, грибы, портабеллы и шампиньоны. Море грибов. Просто наломайте и нарежьте. Как я сказал, надо успеть в срок. Так что мы начнём с салата из грибов, который готовится, пожалуй, дольше всего. И мы уже начали резать грибы. Вот здесь приготовлен предварительно отваренный молодой картофель. Мы сделаем из него картофельное пюре, просто размяв вот так, а затем пожарим в большом количестве оливкового масла и добавим в салат. Так что через 3-4 минуты... Гаррет, Гаррет пошёл принести мне то, что уже готово. Грибы надо будет обжарить и положить в салат с молодым картофелем и прочими ингредиентами. Предварительно замоченный нут, арахис, зелёная листовая капуста и ростки фасоли, а также консервированные в сиропе личи. Они без косточек и тоже пойдут в салат. И страус. Я просто дожую то, что во рту. Это вежливость. Ребята, что вы притихли на той стороне? Только что вы говорили о разных вещах и вдруг замолчали. Сегодня готовлю не я, а дамы. Детка, кто за вами лучше присмотрит? Я даю всё, что нужно, говорю, что надо делать, и всё происходит. Как по волшебству. Прости, что беспокою. Ладно, Дэйл. Вот что нужно сделать с отварным картофелем. Сжимаешь ладонями, жаришь во фритюре, и получаются вот такие золотистые картофелины. Положим их в салат, когда дамы на той стороне закончат. А теперь чеснок. Нарежьте быстро и крупно, а я принесу ещё. У меня выходной после этой неспешной прогулки по реке. Даже собаки спят. А нам приходится стоять тут и готовить. Мне бы хотелось представить вам оператора Бо, который также отвечает за экран вместе с Мунгой, братом Джона, недавно присоединившимся к нам на один уикенд. Два дня радостей. Дамы, как тут у вас дела? Хорошо. Можете нарезать ещё и это? Как? Кружками? Порей. Плохое убрать, остальное – кружками. Не пытайтесь повторить. Собрать пять женщин в одной кухне с ножами и вином и говорить про секс. И много мужчин. Начинаем собирать салат. Оливковое масло. И все грибы. Фрэн, можно мне деревянную ложку? Как видишь, я не замачивал сушёные грибы. Что у меня на голове? Я думал, у меня... Талия, где твой? Пожалуйста, сделай это для меня, тогда я смогу найти... Ладно. Перед этим никто не устоит. Хочешь задать вопрос? Ты сегодня вечером свободен? Можешь считать меня чокнутым, можешь считать голубым. Кладём сюда чеснок. Много чеснока. Он так любит. Я о вас забочусь и стараюсь, чтобы ваша кровь не густела. Холестерин не поднимался, и вы никогда больше не целовали мужчин. Хорошо, просто выложи то, что осталось. Вот раздавленный картофель. Сними его. Как будто врезался в ветровое стекло на скорости 120. Думаю, так и есть. Парей. Как фоновая музыка. Я хочу присесть где-нибудь позади. Думаю, сегодня вечером мы приготовим твоей маме водку с шоколадом. Ты обещал, что не будешь. Мне хочется пояснить, что было сделано, так как всё было немного непоследовательно. Итак, мы просто взяли много разных грибов, начиная с сушёных парчини и портабелла, до брай. Больших грибов брай. И пожарили их на сковороде с небольшим количеством чеснока для аромата. Затем у нас был предварительно сваренный молодой картофель, который мы размяли и пожарили во фритюре в оливковом масле. А затем мы всё смешали. И вот что у нас получилось. Если хотите, загляните, вы увидите, как от салата поднимается пар. Это надо тоже слегка приправить. Сейчас я собираюсь положить туда лук-порей. И всё вот это. Здесь разные виды бобов и немного личи. После этого всё перемешаем. Вы получите рисковатую горечь бобов и сладковатый вкус личи. Получите нейтральный вкус грибов с шестью протеинами, картофеля. Все эти продукты сохранили свой вкус, так как мы добавляли их на разных этапах и больше не готовили, за счёт чего они не утратили своих свойств. Это нут. Нужен нут. Это будет верхний слой. У нас есть зелёная чечевица, коричневая чечевица, а ещё где-то здесь приготовлена золотистая фасоль и заранее замоченный арахис. В чём? В обычной воде, чтобы они проросли. И устричный соус. Довольно много. Сладкий, солоноватый вкус. Синди, Джейн. Новенькие всегда помогают на кухне, так уж повелось. Мы с вином можем помочь? Вы с вином можете помочь. Отлично. Мне нужно, чтобы вы это порезали, кинули вот сюда и перемешали. После того, как это будет сделано, добавьте салат ромен, рукколу, салат латук и прочее. Положите и перемешайте. Он немного размягчится, но это ничего. Мягкий в переводе на африканс верлеп. На африканс верлеп. Понятно? Сливочное масло, оливковое масло. А сейчас я быстро обжарю два этих огромных красивых куска филе. Будем готовить по одному. Филе страуса с молотым перцем. Это филе страуса, которое мы обжарим, а затем начнётся самое интересное. Мясо нужно обжарить, чтобы оно осталось сочным после запекания. Это мы сделаем позже. Это не займёт много времени. Сделайте это вот так. Руками? Порвите. Надо кинуть их сюда, и затем всё остальное должно оказаться поверх листьев. А личи? Что с ним делать? Кладите, встряхните, поверните, встряхните, поверните. Мы кидаем личи не себя. Как видите, мясо обжарилось. В данный момент не могу сказать, какой у него будет вкус. Дэйл, кладём перец горошком. Белый, чёрный, красный. Всё, что есть. Мадагаскарский перец. И растолчём. С добрым утром. Никогда такого не видела. Осторожно растираем зёрна перца. После этого берёте смесь молотых перцев, высыпаете на филе и втираете, чтобы мясо стало ароматным. Правда, это вызывает ужасное чувство? Да, это приятно. Что, правда? Давить эти шарики? Тебя они предупреждали, что всё снимают? Мы делаем всё, что хотим. Хорошо, а теперь... Дэйл, видишь, как натерто мясо? Сейчас мы возьмём второй кусок. Далее я собираюсь запекать филе при низкой температуре. В течение 20 минут. Продолжаешь толочь? Конечно. Тут ещё много работы. Джастин, ты испорченный. Дэйл, видишь, что я делаю? Я сдвигаю угли в сторону, так как мне не нужен сильный жар. Для филе страуса. Кладём сюда минут на 20. Ты уже можешь чувствовать аромат жарящейся смеси перцев. Не можешь. Так, теперь надо это закрыть и оставить на 15-20 минут. Поворачиваем запоры. Чудно. Куда бы ни шёл, я по-прежнему здесь. Эта поверхность изогнутая, поэтому так происходит. Помаши маме. Привет. Все, кто хочет помахать маме, идите сюда. А моя мама там. Привет. Супер. Среднепрожаренная. Разрезаем. Отличная работа. Ты не ешь мясо страуса, да, Дэйл? Сочувствую. Мне надо выбрать первую жертву. Держи, милая. Большое спасибо. Пожалуйста. Можно ещё? Непременно. Спасибо, вкусно. Принесите из трейлера ещё тарелок. Я не помню, где они. С той стороны. За любовь, жизнь и счастье. В таком порядке. Значит, это страус. Бо, иди сюда, сядь с нами. Нам следует взять ещё. Мишка, иди. Мишка, сюда. Вот знаменитый пудинг «Смалевый Френ». Надеюсь, он соответствует стандартам, и всё получилось так, как надо. Если он нехорош, мы скажем... Вы ей скажете. Я поддержу это, пока вы добавляете последние компоненты. Вы обратили внимание на равновесие? Будто работаешь в ресторане с серебряными сервизами. Секретный ингредиент вандерхум – это алкоголь. Хочешь это выпить? Я хочу его сюда налить. Не трать понапрасну. Зрительный контакт. Ты не хочешь, чтобы я лила его в пудинг, да? Итак, он готов? Да. Френ готова сервировать. Дамы и господа. Высший класс. Обожаю пудинг с мальвой. Особенно, когда он пропитан ликёром вандерхум. Цветочный аромат. С двадцатью любимыми людьми. Вот и закончилась эта серия. Мы возвращаемся в Кейптаун. И да, это было необыкновенно. И чем больше я об этом думаю, чем больше думаю о просветлениях и судьбоносных решениях, тем больше в этом убеждаюсь. Наслаждайтесь последним этапом поездки. Так хочется устроить бой едой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я рок-звезда Мы подозревали Все, все, все готово? Да, готово Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас начало весны Видите эти цветы? Никто не говорил им появляться Мы возвращаемся в Кейптаун Это будет грандиозно Ведущий, со-режиссер, автор идеи Джастин Банелло Режиссер Дэйл Роткин Продюсер Жанна Банелло Оператор Дэнни Вандер Мерве Фильм переведен и озвучен На производственной базе ТПО Red Media Субтитры сделал DimaTorzok